В эфире Фридом мы продолжаем информационный марафон. По меньшей мере 107 россиян убиты и около сотни тяжело ранены военными, вернувшимися в Россию из окопов на территории Украины. Для многих военных это было далеко не первое преступление, а на фронт они попали прямиком из колонии. Некоторые из бывших заключенных еще не успели снова нарушить закон, но их прошлые злодеяния настолько ужасны, что родственники жертв не могут смириться с подобной несправедливостью. Таких помилованных преступников смотрите далее в сюжете. Осенью 2019 года в Красноярске двое молодых людей до смерти избили биатлониста Дмитрия Сисигина. Преступники сами выложили в сеть видео, где они измазаны кровью и в неадекватном состоянии сознаются в содеянном. А ведут себя они так дерзко, потому что родители одного из них занимают посты адвоката и председателя местного совета депутатов. В конечном итоге Андрей Шилов и Сергей Шмелев должны были провести за решеткой по 14,5 лет. Однако уже осенью 23-го Шмелев оказался на свободе. Выясняется, что Шмелев вышел из колонии досрочно. Теперь у него есть помилование за 6 месяцев службы на фронте среди вагнеровцев. Сообщается, что он живет в Москве, занимается строительными работами и отделкой. В 2018-м в Пермском крае пропала девушка Татьяна Мелехина. Убийцей оказался ее парень Дмитрий Зеленский. Чтобы скрыть следы убийства, он расчленил тело и пропустил его через мясорубку. Мужчина воевал в Чечне, а после того, как его осудили на 11 лет тюрьмы, в 22-м году подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Преступника помиловал диктатор Путин. И всего через полгода, весной 23-го, Дмитрий Зеленский уходит с фронта. Он живет в городе Антрацит, в подконтрольной России части Луганской области, у своей тети, помогает ей по хозяйству. Убийца и расчленитель на свободе. Он сознательно не едет туда, где его лицо знакомо каждому, а живет в местах, где местные даже не подозревают, что их сосед – настоящий маньяк, и что его им подарил Владимир Путин. В Нижнем Тагиле зимой 2003 года неизвестное выкрали 16-летнего мальчика Диму, требовали у родителей выкуп, а когда те не успели собрать деньги, убили подростка. Дело не двигалось с места много лет. И только в 2019-м преступлении удалось раскрыть следователю Руслану Белоконному. В тюрьме оказались двое из банды – Евгений Дудров и Антон Харламов. Однако схема оказалась та же – помилование за возможность убивать на войне получил Дудров. В колонии он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Пробыл на фронте полгода, и вот теперь свободный человек. С помилованием от самого Владимира Путина. Дудров не стал прятаться, а вернулся обратно в Нижний Тагил, жители которого оплакивали убитого им ребенка. Еще одно громкое дело – 2020 года Веру Пехтелеву убил ее бывший парень, когда она приехала забрать свои вещи. Крики жертвы слышали соседи, звонили в полицию, но там не среагировали. Убийцу Владислава Канюса осудили на 17 лет лишения свободы. Впрочем, долго тот не сидел. Через год в 23-м парень оказался на войне в Украине. Убийца оказался на свободе. У Владислава Канюса все хорошо. Он ведет соцсети, публикует фотографии. Может быть, и медаль какая-нибудь у него есть. Родители Пехтелевой смогли достучаться до Кремля, где спикер Путина Песков заявил, будто на войне преступники искупают кровью свои преступления. Правозащитница Ольга Романова тем временем считает, что общество в России давно потеряло надежду, что бывшие заключенные впишутся в мирную жизнь. Путин собирается воевать вечно с одной стороны, с другой стороны. В его планы никогда не входило возвращение этой категории людей, по крайней мере, бывших ученых, назад в Россию. То, что они вообще вернулись, это казус исполнителя. Это казус того, что в свое время Пригожин поссорился с Шойгу и вывел своих головорезов из-под Бахмута назад и распустил. В июле уже был принят закон, который сказал, что никаких полугода, пусть будут служить до конца войны. То есть возвращаться к первоначальному плану. Все будут торчать там до конца, то есть пока не сдохнут. С января 2023 года Генпрокуратура России прекратила публиковать официальную статистику преступности по стране, вероятно, не желая распространять информацию о правонарушениях, которые совершают вернувшиеся с войны заключенные. Молчат о них и федеральные СМИ. Однако дела бывают настолько громкими, что полностью скрыть информацию не получается.